Добрый вечер, дорогие гости штаба Татар Москвы! Спасибо, что сегодня заглянули к нам. Тема сегодня очень важная. Я вот сегодня буквально вспоминала, насколько богатая история тюркских народов именно на территории сегодняшнего нашего российского государства. И насколько сместились акценты влияния собственно тюркских народов на славянские народы. Ну, так распорядилась история. Тем не менее, то, как развивается сегодня Российская Федерация, очень здорово зависит от того, какую роль играют все народы в том, что происходит сегодня в политике, экономике, культуре на нашей территории. И сегодня мне хотелось бы, чтобы вы, наши гости, и сегодня среди нас очень много интересных людей в политике, и журналисты, и главные редакторы, и режиссеры, очень интересные люди. И сегодня мы поговорим о том, как активизировать тюркские народы в России, как сделать так, чтобы роль тюркских народов в развитии нашего государства, в росте экономики и влияния нашего государства, в том числе, предходила с помощью тюркских народов. Потому что среди нас много прекрасных ученых, много деятелей культуры, политиков, людей, которым есть, что сказать, и что сделать хорошего для нашей истории на сегодняшний день. Моя Рамы, у вас наверняка есть первый гость этого выступления, да? Есть. Значит, это я хотел представить, это Лили Гадель, да? Она у нас пресс-секретарь штата, да? Да. Вот, значит, моя соведущая. Ну, я что хочу сказать? Значит, ну, во-первых, кто организатор этого круглого стола, это общественно-политическое движение, называется Тюрко-Татарская Россия. Ну, и штаб Татар, естественно, значит. Но почему Тюрко-Татарская Россия? Вот здесь тоже вопрос задается. Это не потому, что уклонно татарский народ, а это реверанс в сторону нашей истории, которую мы уже, значит, начинаем забывать. Мы должны вспомнить, что на территории вот этой всей огромной России и за ее пределами СНГ находилась Великая Тартария. О чем свидетельствуют европейские карты многочисленные, так вплоть до 19-го века. Вот мы, как наследники Великой Тартарии, значит, ну, стремимся сохранить свою историю. И, с другой стороны, мы хотели вам показать значение наших народов формирования сегодняшней России. И оно немаловажное. Вот, если даже посмотреть на русский народ, он частично состоит из нас, из финно-угров, но о славян там меньше всего. Это я думаю, правильно? Поэтому у нас со славянами никаких отношений не получается, никак не получается. Россия – это евразийская сторона, прежде всего, я считаю. Мы должны строить свои отношения в рамках этого евразийства. Но, с другой стороны, говорят, почему вы подчеркиваете, что вы, значит, чужские народы, там, и так жаль, зачем это мы подчеркиваем? Ну, в принципе, конечно, все наши пожелания, они совпадают с пожеланиями всех народов России. Это сохранение своей культуры, языка, верование своих, сохранение. Но, помимо этого, у тюрских народов есть и другие, значит, идеи. Идея более укрепления сотрудничества с нашим естественным союзником. Это тюрский мир во главе с Турцией. Почему-то, думаю, все время Россия оттуда отворачивается, хотя преимуществ там очень много. Это вот, как бы, наши характерные особенности. А во многом, конечно, наши требования, они схожи с требованием всех народов России. Мы не хотим, чтобы это государство разрушалось, чтобы его разламывали по частям, растаскивали. Так, мы здесь коренные жители, во многих местах мы автохонный народ. Вот, так, поэтому нам есть за что бороться. Мы создавали это государство. Нас кто-то не назвал государством образующим, но это, наверное, их ошибка, понимаете. Мы образуем это государство вместе со всеми другими народами. Сегодня нам надо как раз и обсудить, почему мы, образующие эти народы, вот этих государств, нас слабо представлены на телевидении. Мы не можем ничего сказать о проблемах наших народов, центральных средствах массовой информации, да. Наши языки государственные запрещают. Вот мы недавно обратились по поводу армянской угрозы, армянского фашизма, который действительно есть характерный факт. И что же нам ответил? Государственный дом, он ответил, примем сведения. Совет Федерации ответил, значит, мы пошли, они послали в мир, значит, ответ. Понимаете, хотя там есть реальные факты, надо реагировать. Мы здесь везде кричим, нам нужна победа, мы за победу. А что получается? Вот. И вот нас посетил неординарный человек, мой друг Максим Шевченко, который многие годы нас посещает, борется за победливость в нашей стране. Вот прошу вас, Максим, расскажите о своей партии. О своих целях и задачах, и о возможностях усиления роли народа в России вообще, в нашем общественно-политическом движении, там, или даже в климате, точнее, в российских отношениях. Спасибо, Гайя Рабы, за теплые слова. Спасибо, Гайя Рабы, за теплые слова. Ну, даже не можете, да? Да, 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 да. На самом деле, я не так давно стал лидером партии, российского партии «Свободу и справедливости». Это абсолютно новая партия, которая возникла на основе бывшей партии, спойлера, КПСС, которая сдавалась новой. Сейчас мы формируем совершенно новое движение, коллекционное движение, в котором в том числе и национальный фактор, представительство национальных движений, национальных регионов России планируется достаточно серьезным и внушительным. Ни одна другая партия не обращает внимания на этот вопрос. Моя же позиция всегда была принципиальной, я и громко заявлял. Когда я был членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, я был единственным, кто проголосовал против включения в Конституцию пункта об особой роли русского народа. Я сам русский человек и не пытаюсь себя изображать никакого другого человека. О своем понимании этничности я скажу чуть позже. И, к сожалению, тогда я при средстве Татарстана, пряча лицо в пол, проголосовал за этот пункт. И на самом деле выдающиеся ученые, которых я очень уважаю, академик Тишков, профессор Зорин, профессор Михайлов, которые, покойная Леокадия, Дробежа, замечательные люди, которые много сделали, я считаю, для изучения и развития межнациональных отношений в России. В чем-то Валерий Александрович тоже, может быть, ошибался, как настоящий ученый. В целом его труды, его работы, его понимание этого, они, на мой взгляд, абсолютно правильны, но даже они вынуждены там, потому что они зависят грантово от политики, а политика, идущая сверху. Я был на этом мероприятии в Южкороле, сидел от президента там 10 людей, когда был внесен этот идиотский пункт, о том, что ущемляется очень-очень сильно русский язык национальных регионах. И необходимо, значит, факультативно перевести национальные языки, их изучение. Я тогда еще сказал, зачем вы режете курицу, которая несет золотые яйца. Это тяжелая кровью купленная система, сбалансированная на протяжении десятилетий. В схеме межнациональных отношений нет идеальной формулы, ее просто быть не может. И никто, ну и как говоря, Александр Тишков многократно об этом говорил в своих интервью и бизнес-онлайн. Я очень внимательно, еще раз говорю, с большим уважением отношусь к этим мужчинам, которые, будучи вписаны в систему, к сожалению, свои правильные интеллектуальные рассуждения, очевидно, власти не преподносят так, как они преподносят это обществу, там, где они не могут поступить со своим именем мужчинам. Отсюда, мне кажется, что национальная политика внутри нашей страны сильно искажена и сильно подверстана вот определенные представления, которые существуют у нескольких людей, там, или группы людей, которые взяли на себя миссию строительства новой России. Они, допустим, полагают, что Владимир Владимирович Путин сформулировал, Ленин заложил, говорит, мину под, значит, Россию, да, межнациональные отношения с Советским Союзом. Дескать, если бы сталинский проект оптимизации был бы принят, было бы хорошо, а вот то, что Ленинский проект федерализации, это мулмина какая-то. Понятно, что это абсолютно абсурдное высказание в 21 веке, потому что в ситуации 19, 20, 22 года, да, когда Ленин принимал эти решения, когда вся революция проходила под национальными, флагами национальных движений, гражданская война в Поволжье, на Кавказе, в Закавказье, в Средней Айте. Все полало. Да, когда все пылало, и Украина полыхала вся, украинский, русский фактор, Прибалтика полыхала. Когда молодые народы России, ну, молодые не в силу отношения к истории, а в силу той эпохи, когда разрушалась Российская империя, в которой этничности не было, как политического фактора, вы знаете, была религиозная составляющая. Православный, иноверец, мусульманин иудей. Все. Никаких других не было. Ну, и по языкам называли азербайджанцы закавказские татары, кумыки накаются кавказские татары, значит, выпалорские татары, еще сибирские татары. Это же все идет оттуда. Муджатские татары. Какие-то еще татары есть, очевидно, гагаузов, наверное, тоже как-то называли. Муджатские, да? В общем, все, как говорится, были татары какие-то, да, там. Никого не интересовало. И в этом смысле, на самом деле, мы же можем уже осваиваемся и достаточно глубоко понимаем то, что, к сожалению, советская власть не понимала, и что, по мнению, на мой взгляд, выдающегося ученого Сергея Георгиевича Карамурзы, привело к крушению Советского Союза. То, что все утрамбовывалось в исторический материализм и этничности, которой Сталин даже придавал особое значение, да, вопрос, национальный вопрос, вопрос о языках, он считал это важнейшим вопросом, не продавалось просто никакое значение. Ну, все, вот с 5 марта 1953 года национальная политика прекратилась в какой-то ни было форме, правильной, неправильной, а на самом деле любая политика, она даже, если она неправильна сейчас, она потом позволяет, она просто исчезла. Просто союз народов, все хорошо, республики, автономные республики, все национальные квоты, все отлично, языки тут, языки там, и не процессы формирования сознания, не процессы формирования интеллигенции. Советская власть, сама способствуя объективно формированию на базе народов, политических субъектов с современной достаточно государственностью, ну, допустим, 15 советских республик или автономные республики в составе, значит, Российской Федерации, Грузии там, или, и так далее, все имели органы управления, все имели фактически свои подразделения КГБ, правда, все имели партийные, ну, подразделения, да, там, это не было, наверное, коммунистической партии Каракалпаки, да, в Казахстане, это, наверное, казахская считалась коммунистическая партия. Узбекская. А, ну, узбекская, да. Ну, так или иначе, все равно, да? Это же все было. То есть, своими, своими руками создавая, помогая развиваться народам, что, наверное, было правильно, то есть, и с тем не давали никакого концептуального обоснования. И к национальности относилось, на что мне очень понравилось в книге Карамурзы «Демонтаж народа», и вообще он обратил на это внимание, что, несмотря на то, что способствовали развитию модернизационных процессов, государственность, язык, создание интеллигенции, возникновение в силовых структурах, то есть, в армии, допустим, людей, которые, говорит, не заставлял же никто, Джохара Дудаева, записываться русским, да, вот, чеченец, генерал, он был полковника на момент распада СССР, имеющий допуск к ядерному оружию, правда? Там или Руслан Аушев, Герой Сельского Союза, или многие другие люди, да? Поэтому представление об этничности было с 19 века. Чуть ли не примордиалистская концепция, что кровь является основой этничности, и вот, мол, вообще не думали на эту тему. Генетика у нас, значит, продажная девка империализма, во многом, можно сказать, что интерпретация там генетики с точки зрения, что есть народы более лучшие, более низшие, это, конечно, продажная девка империализма. Тут и не поскорит, да, что какая-то раса или какой-то народ, допустим, англичане генетически более совершенны, чем зоумцы. Это общее место в 19 веке было, на эту тему писали не какие-то маргинальные мыслители. Помню, в детстве меня поразило у деда моего Макс Нардау там стоял, там я просто читаю вот это вот про расы высшие, низшие. Дико популярный мыслитель был, впрочем, сам еврей рубежа 19-20 веков. Нам это кажется диким, но если мы посмотрим советское представление, а национальное, то как бы они занимали позицию, вот лучше об этом не говорить, правда. То есть процессы идут, что-то там рождается, что-то происходит, развивается наука, развивается литература, огромные массы народа, которые раньше были неграмотными, получают доступ к русскому языку, развиваются национальные языки. Советская власть способствует развитию, вместе с развитием археологии и истории, и института истории Тарстана, Махашкалей института истории, значит, и так далее, способствует развитию национальной мифологии. А как, а что с этим делать, как происходит, никто ничего не делает. Поэтому и получили, когда Грямова в конце 80-х были беспомощны, как дети, и до сих пор, на мой взгляд, до сих пор политика российского государства, она идет не по линии решения проблемы и создания адекватной современной системы, которая бы соответствовала меняющемуся миру, которая меняется вместе с бесценным даром, который у нас существует в человеческом сознании, индивидуальном и коллективе. А просто вот давайте все упростим. Есть главные русские, это позволяет нам управлять хорошо государством. Почему они главные? Ну, русский язык же главный, да, это же государственный язык. Значит, и русские главные, да. И как бы вот все, и есть все остальные, которые вот коренные там народы. Есть еще мигранты какие-то, которые приехали, которые тут как бы должны изучать историю за чем-то России, написанную Карамзиным, там, и потом пропагандистами советскими. И все, да? То есть это вообще никакой, это не национальная политика. Робкие попытки академика Тишкова или профессора Зорина высвели какие-то иные концепции, но наталкиваются, что да, это типа все интересно, но вот у нас вот есть простые задачи управления. Есть вот Татарстан, вот все татары должны подчиняться, например, Татарстану. А Башкиры Башкортостану ставят. А чеченцы, значит, Чечне, да. А дагестанцы, тут, конечно, сложнее, потому что народов-то там много в Дагестане. И сказать, что все должны подчиняться Дагестану, тут уже логика не работает, потому что, да, вот в какой-то мере. Тем более, что выясняется, там половина резгента, оказывается, живет в Асербайджане, да. А как быть? А что делать? Ну и так далее. А с армянами вообще непонятно. Я с уважением отношусь к армянскому народу, но в России армян живут больше, чем в Армении этнической. Это армяне уже в третьем, четвертом, пятом, шестом поколении. Кем их считать? Коренным народом? Мигрантами? Государство там находится. А армяне живут в Пятигорске, понимаете, в Ростове, в Краснодаре уже там так давно. Ну, лучше об этом не думать. Вот дайте об этом думать не будем. Русские, русские. Тем более, что армяне с удовольствием скажут, мы тоже, говорит, русские. Ставет, там, Андроник Максович Мигранян говорит. Или вот недавно Рита Симоньян, ее мушки Осаян и более. Значит, Роман Бабаян поехали в Донецк проводить русский мир. Значит, вот они проводили русский мир. Ну, они против. Мы не возражаем. Здесь важный момент, который заставляет нас вообще по-другому и по-новому смотреть на проблемы международной нашей. Теперь я высказываю свою позицию. Я решительно отрицаю любую концепцию, которая предполагает кровь, как носитель какого-либо культурного или национального кода. Мне кажется, что подобная концепция абсолютно неприемлема. Она исходит из того момента, когда в жизни людей, в науке не было ни психологии, ни еще не написали свои работы ни Фрейд, ни Юнг, ни все остальные. Еще никто не понимал, что такое архетипы. И в общем, все полагали там в 60-е годы приезжая как генерал фон Зас истребляя адыгов, отрезал им головы, выпаривал черепа, когда его офицеры спрашивали, что вы делаете с ним генералом. Он говорит, это интересно антропологический материал, посылаю в Берлин своим друзьям, интересная форма черепа. Это, говорю, русский генерал 60-х годов 19-го века. Так же себя вели французы в Алжире, так же вились англичане в Индии. Так они, вот я был в Берлине года три назад на конференции на одной, и там все говорят, вот как там, выступает парень, приехавший из Наминии. Говорит, здесь, говорит, в музее антропологии лежит высушенная голова моего деда, который немцы после подавления восстания отрезали и привезли, что так, как интересный материал. Поэтому прежде чем мы будем с вами, говорит, разговаривать, дорогие немцы, о реальных взаимоотношениях, нельзя ли, как говорится, я похороню останки, ну там, не деда, прадеда какого-то, потому что он был важным, важным каким-то, раз так, никому это в голову не приходит. А у нас национальная политика, а какого хрена вы голову Хаджимуратов храните в Кунсткамере, правда? Или там кожа Джаламы, тоже в Кунсткамере есть такой экспонат, это, значит, один из вождей антикитайского восстания, кыргызского, если не платить, западной Монголии. Я полагаю, что этничность существует в голове человека. И это, мне кажется, в 21 веке мы заслуживаем такого уважения к человеку. Я лично полагаю, что по крови я наследую моему отцу и матери, которые прожили достойную жизнь моим дедушкам и бабушкам и так далее, и так далее, и так далее. Мой прадед, например, Петр Кузьмич Намаконов, левый СССР, был гураном. Гураны произошли от ивенков и ссыльных поляков и русских на юге Чеченской области. Намаконов это знаменитая ивенкийская фамилия, лучший снайпер Великой Отечественной войны был Намаконов. Знаю, тут он там, наш какой-то дальний родственник. У меня что, ивенк, что ли? Мне говорят, во время Донецкой войны, когда я занял позицию не, что это я противник русского мира с самого начала этой концепции, я этот концепт считаю крайне вредный, в том числе для Российской Федерации. Ну, я сказал, вот народ восстал, я за народное восстание против олигархии украинской. Мне пишут там с Украины в социальных сетях, ты должен поменять фамилию, ты позоришь фамилию, ты украинец. Говорю, с какого хрена, говорю, я украинец. Когда я родился в Москве, мой отец родился в Москве, я всю жизнь жил в Москве, я говорил на русском, второй язык у меня немецкий, которым я свободно владею, что мой дед профессор Гумбольд университет берлинского, я закончил немецкую спецшколу. Я с таким же успехом могу быть, наверное, немцем, если вы по языку судите или по фамилии. А дед у меня, мама у меня белорусская, Юськович Флёр Васильев, значит, из деревни Щербово, Каменецкого района Брестской области, дед мой, у нас туда родился. Ну, видите, рядом, вот, а там Юськович, западно-белорусская фамилия, Василий Фланич, значит, Юськович. Таким же успехом, наверное, мог быть Томашев, потому что, как, значит, нет, его отец, дед пишет в дневниках, пришел веселый солдат Томашев, так как это было еще в то время, когда не было православизации, были грех-католики, то там, очевидно, вообще, он был поляком, мой прадед, если он Томашев пришел, и женился на белорусской девушке моей прабаце. Поэтому я-то точно знаю, что вот как у меня в голове, как я считаю себя русским человеком. У меня тут нет вопросов, нет сомнений с этим совсем. И это совпадает с основным мейнстримом, лучшим, который был в русской культуре, который сформулировал Достоевский в пушкинской речи знаменитой. Говорит, русский человек явит себя таким через 200 лет, каким был Пушкин. Вот представим себе Пушкин. Маленький, с темной кожей, кучерявый, длинный нос, губы отвисают. Его скинхеды забили бы просто битами на улице в 90-е, помните? И не объяснил бы он им, что он придумал русский язык, что он придумал, перевел европейскую культуру на русский язык, что да, а он еще по-французски, он до 16 лет по-русски не говорил практически, потому что он говорил только на французском, ему это проще было. Поэтому еще он и по-русски не говорил, бы, что сказали, Поэтому я при этом дал себе труд очень много прочитать разных книг об этническом и самосознании. Я, так как не даром партию назвали по моему предложению партией свободы и справедливости. Высшим достоянием человека, даром, который человек получил, я считаю свободу. Внутренне. Вот для человека считать себя русским, татарином, евреем, армянином, азербайджанцем это формат свободы. Важнейший формат свободы. И ущемлять человека в этом вопросе, я считаю, и мы считаем, все абсолютно неспользуемо. Человек должен иметь право организовывать, учить своих детей тому, что вы татары, ваши дети татары. Если я русский, я могу учить русское. А вдруг мне мой сын скажет, пап, знаешь, а я вот почувствовал себя больше там, не знаю, перуанцем, например. Я ему могу тамокник принести, понимаете, что ты русский и так далее. Он скажет, я чувствую себя кечевом, вот мне нравится кечевом. Мы живем в таком мире, когда уже никакой государь нам не скажет, на самом деле, ты русский или ты татарин. Или ты не можешь быть татарином, должен быть русским. Или ты не можешь быть сибирским татарином, вы все татары одно целое, вы все одни татары, а это все разделение. Или ты не можешь быть татарином, ты должен быть крященным. Ну, я не знаю. Я просто уверен, что да, мы все сейчас послушаем, но мы же никого не боимся. Мы сделаем по-своему. Вот кто как хочет, тот так и будет себя считать. И нам этого формата уже не избежать. Поэтому защита человеческой свободы я считаю одним из важнейших элементов и целей политической борьбы. Мы должны создать такую политическую систему, при которой люди чувствовали бы себя свободны. И максимальное вот это воплощение внутренней и личностной и коллективной свободы, люди имеют право объединяться и ощущать себя чем-то. Я сейчас несколько специально упрощаю то, как формируется этничность. Она не формируется так же, как клуб по интересам. Понятно, что каким образом человек получает первый ответ на вопрос кто ты. Когда ты маленький ребенок в четырех лет подходишь к маме и скажет мама, кто я? Мама говорит ты Татаня, допустим. И ты на всю жизнь это запоминаешь. Тебе сказал это или папа. Самый главный и самый важный человек. Еще бабушка подтвердила, дедушка подтвердила и так далее и так далее. Нашим детям и нашим внукам сейчас тяжелее, чем нам в секс когда это не имело большого значения на самом деле для моего возраста. Ну я маленький спросил, кто я? Он говорит ну ты русский ну русский хорошо там а мой друг там в школе Мишка Хамир был еврей мне было все равно еврей я только уже в 80-е годы понял, что какая-то есть проблема с евреями связана что есть Израиль куда надо там уезжать и так далее евреи и там подобные вещи мы считаем мы уверены просто что все люди которые ощущают важнейшее слово ощущать себя принадлежащими какому-либо народу все люди которые ощущают свою связь с историей которой конечно же любая история является мифологией вот любая кто бы что ни говорил даже самая объективная самая суперская история самая история там и то что Борис Александрович Рыбаков написал про славян это мифология то что академик Янин написал про берестяные грамоты в Новгороде наверное тут есть историки это тоже мифология вот любая мы ничего не знаем мы только примерно представляем как жили и что чувствовали и что думали люди там даже вот начало 20-го века мы до конца не знаем я читаю дневники моего деда записки 30-х годов да когда он был арестован прошел пыточное следствие в Ульяновске тоже там но я не могу понять до конца вот выбор этого решения как вот мне любил Гейдар Джимарь мой учитель и мой друг который ушел от нас будет милости к нему Всевышний пускай в день суда Гейдар отчим Гейдара был Теймурас Амелохвари который был достойный человек Амелохвари кто знает в Грузии это княжеская фамилия почти царская фамилия а третий идет там Магратионий Геннаташвили там Амелохвари вот что-то всех родственников ему разы расстреляли просто по мужской линии только женщины оставались он сам прошел кавалеристом от Халкингола до Берлина ранен был 17 раз дружил с Василием Сталиным когда умер Иосиф Виссарионович сел за Василием Сталином он как грузин за друга сел там пошел потому что они уже начали как бы убивать значит Васю наш прессователем крючок начал отсидел вышел достоинственный человек и Генарова спрашивал уже там в 70-е годы когда он встретился с его мамой Ириной Леонидовной то ему раз был директор Тбилисского ипподрома князь говорит то ему раз как почему ты им служил вот а они же убили всех твоих имея ввиду большевиков то ему раз сказал ты молодой ты не поймешь все равно так надо было вот философия людей я знаю других такие мой дед тоже говорю деда почему ты вступил в партию в 42-м году после того что с тобой в 38-м году делали ну так надо было потому что вы не поймете вы легкомысленные другая эпоха мы не можем понять 20-й век можем ли мы понять 16-й век или 15-й век мы примеряем свою современную матрицу на мотивы и поведение тех людей которые не имели электричества света которые на самом деле жили под угрозой голода постоянно надо понимать для которых война была источником жизни мы не живем в таком мире для нас война является бедой в каком-нибудь 13-м 14-м веке без войны у тебя кончалось продовольствие у тебя кончались там многие вещи люди жили болели даже я извиняюсь в 42-м году были антибиотики придуманы да с этого момента дети перестали умирать от кокнуща детская смертность до 42-го года была то что сейчас для наших детей кажется просто легким простудой в 20-е годы 20-го века было смерть могло 50 на 50 было а то и раньше вот рана Пушкина она бы сейчас просто легко была бы увеличена фельдшером он умер от сепсиса фактически то есть не было просто хлоргексидин залили бы да и он жил бы Александр Сергеевич дальше как бы значит там это самое проблем бы не было поэтому мы не можем понять как жил тот мир но поэтому мы создаем представление об этом это представление для нас современных живущих где сейчас имеет огромное значение оно подпитывает нашу личностный выбор что такое этничность так я понимаю может я не прав дорогие друзья и вы со мной будете спорить на эту тему я полагаю что человек рождается и умирает я в Бога верую но я точно не знаю как там будет может я буду куском гниющего мяса медленно исчезающим а может быть я там что-то будет другое это вопрос веры знания об этом нету ни у кого на земле и не может быть такого знания нам говорят пророк знает и Иисус знает и это потому они и считаются такие люди что они вот знают то чего не знает никто другой но как мне вот жить просто представим что я просто знал бы что я как животное так вот здесь родился здесь умер а и просто тогда чем дополняется мой смысл значит вот существо другого пола продолжение рода ну вы не животные Бог нас наделил или как-то в ходе эволюции возникла рефлексия возникла тонкая нервная система психология возникла внутренняя самая а ощущение личности просто для человека невыносимо а ощущать себя абсолютно одиноким на мой взгляд отсюда возникает понимание соотнесения себя с чем-то большим чем ты чем твоя жизнь просто знать что ты пришел из тьмы и уйдешь во тьму это для человека просто невыносимо не для одного человека отсюда возникает нечто что соотносится как говорят психологи и философы твое личное время которое ты можешь измерить время твоей жизни с чем-то больше относительно чего твоя жизнь имеет смысл это может быть этничность это может переведить это может какая-то политическая история государственности это то что является частью сознания человека поэтому это бесцен и этим мы видим точно можно манипулировать историю можно писать так как угодно властителям или тем кто следит за управлением людьми человека можно управлять человеческим страхом человеческой надеждой представлением об истории представлением о будущем управляя прошлым и будущим управляя историей и управляя стратегией ты управляешь сейчас здесь людьми моя задача сделать так чтобы люди сами управляли своими жизнями поэтому защита этничности защита национального самосознания для меня является важнейшим фактором защиты свободы человека так же как защита социальных прав так же как защита прав гражданских права на свободу совести свободу слова свободу высказывания свободу передвижения свободу работы достойную работу и так далее я не скрываю что я социалист по своему не уверен что я коммунист и я не знаю точно что это такое к сожалению это ну хотя я знавал в жизни людей которые были коммунистами это были достойнейшие порядочнейшие и честнейшие люди на земле в основном они были из того старшего коллега когда допустим когда человек был на самую верху а уходя на пенсию ему говорят приватизируйте госдачу допустим в этом самом как в Шереметьево ехать слева или дача госплан как я могу нет конечно я коммунист я вот на свою пенсию куплю сам себе упал где-то за 40 километров от Москвы хотя сейчас эти дачи стоят 30 миллионов долларов в общем у каждого человека своя судьба свой путь и своя этика и в конце концов каждый живем вместе каждый умирает поэтому для меня защита прав народов России народов не только России но и любых народов быть самими собой это важнейший формат моей политической позиции мировоззренческой позиции есть вопрос касающихся субъектов должны ли люди в России народы иметь свои национальные субъекты я исхожу из такого принципа если так исторический процесс сложился то не надо ломать то что гармонично существует на мой взгляд федеративный договор который в России должен был быть заключен и был заключен Вентимер Шарифович в свое время подписан к сожалению Джохар не сумел заключить хотя тоже очень хотел но значит чеченцам не выдали такой карбланш их окунули в кровавую баню такую хотя такая судьба могла ждать и казань это мы прекрасно понимаем что они просто выберели и поняли что тут как говорится они не обойдутся так как в Чечне но и казань да поэтому я за сохранение того статус кво который существует я считаю что Россия должна быть федерацией я считаю что национальные субъекты почему они были Лениным и Сулейм и Сулейм Путин этого не понимает и понятен понимает ему кажется что все всегда были одинаковые что татары допустим конца 19 нас начал 20 века это вот как вы как современные татары мы просто знаем что это было не так большинство народа было неграмотно неграмотно в нашем современном понимании наверняка люди знали Коран наизусть точно уж каждый наверное мужчина знал там фатиху есин да там прочитать если в общем как-то еще но в основном конечно это было сельское население по преимуществу хотя бы и просветителей джидидизм я много чего про это тоже мы знаем но конечно современный татарский народ татарстана татары пашкиры это люди которые все советское время имели доступ к среднему высшему образованию великолепно владеют русским языком как не владели ваши прадеды я так думаю по преимуществу да которые жили тогда на момент революции и об этом поднимали речь в том числе люди которые были просветителями и национальными лидерами тюркского мира говорили что измечение русского тоже крайне важно он дает доступ да он дает доступ к современной науке к современной культуре я думаю что просто современные ситуации попытка уничтожить федеративные субъекты которые существуют не в силу того что кто-то хочет помочь русскому народу русскому народу помочь уже невозможно он практически вымер я могу сказать в отличие от татарского народа если вы выезжаете из Татарстана и проезжаете по Нижегородской области едете в Москву через Владимирску если вы видите опустевшие разоренные земли которые вот после первого 1237 года уже там по летописям несколько лет прошло города опять стали жить а это уже никогда не поднимется население согнано в города лимбинизировано даже песок признал рождаемость русского народа падает 660 тысяч убыль населения демографические в России за 20-й год кстати статистика извращается по ковиду есть статистика Роспотребного обзора 85 тысяч умерло и Росстата 362 тысяч вот такое вот различие в цифрах понимаете мы ничего не знаем что происходит мы видим что сильные кланы сильные господа которые захватили землю себя создают как новую наследственную аристократию которая по наследству передает владение своим детям внукам потомкам землей водой лесами активами производственными промышленными финансами и так далее а нам всем позволено жить но чего с нами делать они до конца не понимают потому что если бы мы были в каком-нибудь 16 веке с каждого из нас исак получаешь да там там с белки по белке с дыма например и вот из этого как бы богатство состоит а сейчас мы зачем нужны газ построил газопровод туда-сюда погнал продал в европу деньги получил распределил перевел туда мы только не какая-то социальная нагрузка нам надо платить там по 5 по 10 тысяч беременным по 5 тысяч значит там пенсионерам то есть эти папки которые на них лучше ламборджини купить и мазерати понимаете себе вообще да народ стал абузой народ стал абузой они не стесняются говорить давайте сгоним их всех города Кудрин выступает на гайдаровском форуме говорит об агломерациях несколько агломераций северная южная поволжская поволжская Казань соединяем с Саратовом и Самарой одна агломерация южная Краснодар Ростов одна агломерация Москва 45 миллионов Сергей Семенович нас как говорится радует еще агломерация северная агломерация Питер уральская сибирская все должно вымереть сельское население маленькие города земли везде приобретаются в частную собственность у меня вот жена происходит из ее мамы из города Юрьевец где родился Андрей Тарковский Ивановская область великолепно древний русский город мы недавно ездили просто все мертвое поля заросли бурьяном колхозов совхозов нет но на этих полях заросшим бурьяном уже появились табличками частные владения охот хозяйства заходить запрещено прямо как капитанская знаете какая-то это самое как там где там не бойтесь Маша я Дубровский Дубровский как в Дубровском правда абсолютно то же самое эти господа как правило с офшорными паспортами страна превратилась в личное владение как правило людей еще иностранных если даже в русале из 12 членов директоров 9 это иностранные граждане только 3 российские понимаете о чем мы говорим о какой национальной политике отсюда мы делаем вывод что социальные вопросы вопросы политические вопросы управления вопросы национальные связаны невозможно решить национальный вопрос то есть вопрос свободы для нас для всех быть татарами быть русскими быть там не знаю нагайцами как хотите теми и будьте ради бога каждому господь дал свое бесполезно говорить вот там русских много финно-угорской крови или славянской крови это бессмысленно потому что нет никакой крови ни финно-угорской ни славянской есть фенотипические черты ну тогда Пушкина выкинем Лермонтов у нас шотландец понимаете там мои предки родом с Украины с Белоруссии и сибири ведут вообще что тоже не жив понимаете там и так далее ну абсурд какой-то надо жить так как мы сейчас живем и не превращать эту нашу прекрасную землю в ад мне кажется поэтому национальная политика связана с социальной справедливостью связана с демократическими институтами невозможно реализовать все вопросы национальной свободы связанных с языками если мы не вернем себе власть над муниципалитетами если не будут свободные выборы в городские региональные советы если не будет представительства в государственной думе ну приведу пример я знаю многих депутатов от Татарстана в государственной думе достойные люди которые в основном идут от фракции земля России и даже понимая и слыша то что говорит Ментимер Шарифович выступая значит на госсовете да а он говорит горькие слова и я читаю понимая то что пишут в Татарстане и говорят о Татарстане да понимая за что как может борется президент значит Миниханов да и так далее он все равно голосует как им прикажет фракция Единой России как с языками да абсолютно тоже вот Гельмутинов я имел ввиду вот он вот так вот и голосовал и наши представители там один представитель кто же против вот об этом никто не был против поверьте вот но в частных беседах все говорили это закон преступный это просто кошмар какой-то ну а как это значит это вот надо поклонская одна понимаете с Украины приехавшая значит девочка которая сказала я ее спрашиваю Наташа говорю а что это вы проголосовали против пенсионной реформы а я говорю вспомнила глаза тети Галек которая там у нас под Евпаторией значит с детства дружила и вот я подумал как я вот так буду голосовать мне ее стыдно стало ну молодец отлично понимаете значит да а точно так же и с этим с конституционным этим голосовать нельзя было за него голосовать за особую роль что такое государство образующий народ им кажется что они сами себя обманули и нас всех обманули мол мы не указали что это русский государство образующий народ но я говорю правильно потому что это бюрократия на наше государство образуется бюрократия поэтому государство образующий народ это бюрократия по Шафаревичу малый народ это и есть как бы социальная группа которая ощущает себя иной по отношению к большинству поэтому вы в принципе все правильно написали что вот ваша номенклатура единородская лдп ровская кп ровская четырех партий сидящих в думе которые кормятся тогда из бюджета вы есть тот самый народ который образует государство а вы тут все просто постоять вышли мы должны вымирать мы этого конечно не хотим мы партия оппозиционная принципиально как вы уже поняли по моему выступлению мы будем выступать за восстановление разрушенных демократических принципов управления мы считаем что если местное самоуправление региональная выбор если выборы будут открытыми то наши народы между собой ссориться не будут мы должны поставить гражданские права тут моя позиция принципиально выше этнических национальных то есть гражданство страна должна быть федерации федерация которая подписывает соглашение и если мы подписываем этот соглашение этот договор что мы гражды мы граждане единой страны единой федерации дальше я считаю каждой может быть вот развивать на гайскую культуру татарской культуру русских христом может вообще не развивать бега культур я никогда в жизни нет тупой культуры узкую не разбиσα честно скажу но я очень знаю прекрасно русской литературы написал массу работ то баタ ста я вну стате opus Достоевском, Толстом, Чехове, и никогда, как-то, там, не знаю, вышивайку на себя не одевал, балалайку в руках не держал, но я при этом русский почему-то, понимаете, мне так кажется. Дедушка мой, который владел белорусским свободно, польским, немецким, английским, эсперанто свободно владел, русским, естественно, великолепно, еще там пару языков, по-моему, итальянским владел, он, единственное, что у него белорусское было, это то, что ему из деревни, его племянница, выжившая после войны, из сожжения деревни, сало прессовало, каждый, значит, и кабасу такую белорусскую, вот эту такую круглую, да, такую, значит, там с этим стмином, очень вкусно, да, вот и все. Поэтому каждый, не надо никого заставлять, мне кажется, мне кажется, что процесс, надо защищать то, что нам дорого, надо защищать то, что имеет для нас объективную ценность. Я полагаю, что и лично, и коллективно, ощущая себя частью народа, мы реализуем свою свободу. Реализация свободы является политической задачей нашего государства, которое получило в наследство вот это вот все это пространство, бывшей империи Чингисхана, да, значит, ордынское пространство. Не надо никому ничего доказывать. Какая разница, на европейских картах мы были обозначены, как Великая Тартария. Да плевать им на эти европейские карты. А на китайских картах мы тоже как-то были обозначены по-другому. Да какая разница, как мы кем-то там были обозначены. Мы, как известно, историю тюрок лучше всего китайцы описали. Китайцы внимательно изучали своих врагов смертельных и постоянно все это описывали. А европейцы про это вообще ничего не знали. Еще говорят, что ибн-фанлан, татары, значит, арабы тоже что-то там описали, да? Ну, наверное, я не знаю. Это было слишком поздно найдено. И, может быть, так и было. Ну, вот, мы сомневаемся в слове о полку, Игорь, совершенно сформливо. Есть позиции историков, что Мусин Пушкин, он же сам упоминал в переписке, что я, говорит, написал, что нашел нечто, что напоминает Асиана. Как известно, Асиан был шотландский поэт, который имитировал кельтские легенды V века. Он их просто написал, а Асиан и долго считал, что это он нашел реальные кельтские сказания. А потом он признался, что нет, это помните, вот у Мандельштама. Я не читал рассказы Асиана, не пробовал старинную вина. Зачем же мне мерещиться в полях? В Шотландии кровавая луна, да? Я ничего не знаю, но если люди в это верят, в современном мире, то, значит, они имеют на это право. Мы должны запрещать людям верить во что-то плохое. Вот этому казанскому несчастному мальчику, убийце, верить в то, что он бог, да? И что он может убивать других людей, это надо запрещать. А верить в то, что ты русский, в то, что ты татарин, в то, что ты еврей, в то, что ты армянин. Ничего плохого я в этом не вижу. Только при этом мы должны еще говорить, что давайте вот это наш общий дом, в нашем общем доме мы должны пользоваться общими правами, общими свободами. Никто не должен иметь больше прав и свобод. Исходя из того, что ты считаешь себя татарином, или ты считаешь себя русским, или ты считаешь себя там еще где-то. Никто не должен иметь больше прав и свобод, исходя из того количества денег, которые человек тем или иным способом заработал. Человек не имеет права покупать себе суды, МВД и так далее. Поэтому борьба за реальное народное самоуправление, за реальную демократию является также и борьбой за национальное самосознание, за свободу нации. Невозможно никакой тюрский мир, невозможно никакой славянский мир, вообще невозможно никакой мир, там он на Морске. Башпирский просветитель, да, там историю тюроков, там на картине его лицо. Или это Домир Исходович? Нет, это художник. А, художник? Да, на вылети похож. На Домира Ага тоже похож. Понимаете? Поэтому сейчас я заканчиваю. Вера, я извиняюсь, может я долго говорю, но... И... Поэтому, еще раз, свобода и политический формат. Вот тут второе слово справедливость. У нас, мы все понимаем, что это такое. Что же такое справедливо, что такое... Там, где не понимаем, мы можем сесть и рассудить. Я верю в то, что в 21 веке разумные, образованные люди. И этот дар мы получили благодаря огромной кровавой жертве, принесенной в 20 веке. Насильственной социальной модернизации, которая была проведена, которая унесла жизни многих, но даровала и возможности, огромные для всех. Я не с дворян происхожу. Все мои предки были крестьянами или казаками, понимаете? Поэтому, как говорится, я всем обязан советской власти. Я бы не появился на свет, если бы мой дед из Западной Белоруссии, если бы мою бабку Гуранку во время гражданской войны не занесла его жизнь на Дальний Восток, у меня бы просто не было. Это невозможно было в Царской России. Мой дед просто крепостной Потоцких не уехал бы из своей деревни, так бы там три года церковную приходскую школу, наверное, закончил бы. И в 40 лет бы, там, в 45 лет бы, наверное, от какой-нибудь болезни. Я так думаю. Но это было не так все. Поэтому мы должны хранить то, что нам досталось оттуда, понимать ценность национального самосознания, которая нам помогла сформировать советская власть жестокими методами. Ну, меня тоже всекли, когда я не хотел учиться. Не расстреливали, конечно, как многих там. Но, в общем, у государства свои методы, как говорится, жестокости. Это нельзя оправдать. Не бывает худо без добра. Это нельзя оправдать. Это, сразу скажу, это нельзя оправдать. Но можно понять с точки зрения исторического диалектики истории. А мы должны это хранить, мы должны это снять, и мы должны стремиться к созданию современного демократического общества, в котором граждане, наделенные правами и свободами, между собой подпишут общественный договор. В этом общественном договоре должно быть гарантировано человеку право на изучение, быть тем, кем он хочет быть. И что касается изучения языков нации. Я считаю, это бесценная роль субъектов национальных, которые надо сохранять как сокровищницу, просто доставшие нам от 20 века. Я считаю, что в национальных субъектах должны быть на государственном уровне, на счет государственного финансирования, изучение национальных языков. Все аргументы, вот русские хуже знают русские от того, что изучают татарский. Я говорю, слушайте, во-первых, ни один русский, я просто не знаю примеров, чтобы русский мальчик, изучая татарский, стал татарем. Я просто не знаю. Если, конечно, у него мама не татарка. Но потом невозможно увеличивать. Да, я не знаю ни одного примера, я знаю массу примеров, когда не изучая татарский, по-русски пишут так, что даже двойку не поставят, понимаете, за этот русский язык. Потом я изучал немецкий со второго класса, я же не стал немцем, правда. Хотя ищем дойче, а у вас занят. Да, давайте к вопросам. Поэтому, друзья, наша партия, мы взаимодействуем с Иваном Ивановичем Шамаевым, со многими представителями тюркской интеллигенции в разных, там, Руслан Айсин, мой друг просто, что Руслан был ученик Дейдара Джамаля, и Руслан мне как брат. Я не знаю, многие из вас, может, критически относятся к Руслану, но Руслан, это мой брат, хочу вам сказать сразу. И это для меня принципиальный вопрос. Как Архан, Джамаль, погибший, которого ты упоминал, Гаяр, тоже мне был самым близким на него. Он тоже там брат. Я считаю, что человеческие отношения в будущем будут гораздо важнее всего того, что мы прочитаем в книгах, и всего того, что мы там себе придумали. По большому счету, порядочность, дружба, любовь, верность и храбрость останутся независимо от того, русские, татарин, евреи или азербайджанец. Нельзя стучать, нельзя крысятничать, нельзя бежать в зов и север. Спасибо. Спасибо большое, Василий. Я вот как раз хотел сказать чуть-чуть насчет великой Тартарии. У нас есть такой писатель был, Мурат Аджей. Вот его лозунг, мы тоже говорим, «Виды обмаз» — это «Единый народ, единые страны». Мы ведь за то, чтобы история наша была бы без искажений. Мы же не должны учить историю с Киевской Руси, правильно? У нас же она гораздо шире и гораздо объемнее. И мы, в конце концов, изучая настоящую историю, поймем, что мы все братья на этой земле. Вот в чем дело. А так мы этого не понимаем? Нет, я этого не понимаю. Так, а теперь вот, значит, вопросы. Ну, у меня сразу возник вопрос, это самое. А на внешнему? Вот помните песню, значит, «Сережка с Марлой Гроной»? И помнит мир спасенный, да? Сережка с Марлой Гроной. А сейчас мир спасенный почему-то уже не помнит. А сережки ломают памятники, могилы, издеваясь над могилами. Вот что мы должны делать во внешнем мире? Как вы вот считаете, внешняя политика России... Для этого, во-первых, мы должны определять внешнюю политику, а не несколько корпораций, которые действуют в своих интересах и торгуют нами направо и налево. Выгоден нам «Северный поток-2»? Я понятнее имею. Я вот депутат во Владимирской области, где большинство сел и городов не газифицировано. Понимаете? В Сибири, я часто езжу Красноярск, Новосибирск, Кемерово и Иркутск, в угленные просто пыли задыхаются каждую зиму, для того, чтобы миллиардер Мельниченко себе четвертую яхту построил, живя где-нибудь в Новой Зеландии. А никакой газификации там нет. А в Китае мы тянем силу Сибири, как говорится. Понимаете? Поэтому что такое? Поэтому внешняя политика, вот ты, говоря, говоришь, надо ориентироваться на Турцию. Кстати, я учусь многому у великого турецкого народа, в частности, вот, очень интересному пониманию национального, да, гражданского государства. Я очень хорошо знаю то, о чем я сейчас скажу. Тайя Праджай Прадаган по отцу и по матери грузинам, Ласа, его предки по материнской подсовской линии происходят из села Хуло, он отжарится. Отжарится. Да. В 1929 году, согласно Камскому договору, когда, который Сталин соблюдал, они, мусульмане, грузины, могли переехать в Турцию, а оттуда, значит, христиане могли переехать на территорию Советского Союза. Вот. Поэтому, ну, при всем при этом, Эрдоган говорит, что я турок. И мы видим результаты. Результаты страны, в которой работает демократия, в которой есть свобода прессы, в которой есть разные точки зрения, в которой, хочешь ты либерал, иди поистегляй гулять, да? Если ты верующий, вот, хочешь, чтобы твоя жена в тиджабе, живи на имена ню, там, да, там, и так далее. Все есть. Я очень хорошо знаю Турцию, я обожаю эту страну. Я беру машину, езжу в Гурцию или в Конью, по-на-долу, там, и так далее. Мне кажется, что мы можем многому поучиться. Является ли Турция для нас стратегическим партнером? Ну, для меня безусловно, потому что любая суверенная страна, которая выстраивает свой национальный суверенитет, причем выстраивает без ущемления других народов, а мы знаем, что после прихода власти от партии, партии развития и справедливости, язык получили курды, при химолистах, прямо скажем, всех записывали только в Турцию. Ничего хорошего из этого не вышло. В Атаке появился арабский язык, там живут арабы. Да, появились проблемы с радикалами, но, на самом деле, многие проблемы были тоже решены. Появились газеты, появились школы. У меня вот товарищ из Дагестана, по Стамбулу, с семьей, значит, переехал, жизнь там у него, работа и так далее. К нему приходит, значит, там, через две недели, говорит, почему у тебя дети в школу не уходят? Он говорит, ну, они турецкого не знают. Мы, говорит, за счет государства представим человека, который по-русски говорит и будет им помогать адаптироваться в школе. У нас, говорит, нельзя, чтобы дети в школу не ходили. Ты что такое? И у него все детишки ходят в школу, эти кемолистские синие галстуки, или какие-то, фиолетовые, по-моему, одевают их и так далее. Государство, слушайте, какие государства все. Я во Франции езжу на машине, там вот, приезжаю в какой-то маленький городок между Сен-Татьеном, Лиможем, Леоном, Леса, там 350 человек живет, мэр меня угощает там, колбаса там, сыр вина, говорю, к вам сюда доехать-то трудно, за счет чего вы живете? А мы, говорит, три дотации получаем. Дотацию региональную, дотацию государственную и дотацию Европейского Союза. У меня эта вот бутылка вина, которую вы там за 12 евро покупаете, очень хорошая сразу скажу, и у меня по себестоимости 70 центов обходится в итоге. То есть в Европе не стягивают народ в города, а ведь могли бы, но в Париже живет 2 миллиона человек. В основном Париж пополняется за счет арабов, которые приезжают, за счет мигрантов. Сознательная политика, чтобы людям комфортно было жить в природе, в маленьких городах, когда сохраняют исконную душу народа. Здесь у нас все выметено просто. Вот в Татарстане, спасибо, Миндер Шариф, что сохраняется, да, татарские села, многие. Это важно для сознания людей, для сознания народа. Для русского народа это катастрофа. Вот я ехал в Белоруссию летом на родину моего деда, в Смоленск область проезжаешь, пустыня вообще ничего. Только вдоль дорог. В Белоруссию въезжаешь, вот плохой Лукашенко, неправильный Лукашенко, социальную политику. В деревне Щербово, Каменецкого района Брестской области, у них землю можно брать до двух гектаров, по-моему, в аренду на 99 лет. Технику для обработки в лизинг можно брать там по каким-то там и так далее. Ипотека. Моя, значит, племянница моего деда, внучат, они там меня нашли, пригласили в Бресте от завода. Значит, они получили четырехкомнатную квартиру, так у них трое детей. За третьего ребенка можно погашать ипотеку за счет материнского капитала. Да и ипотека-то-то, держите, женщины, полтора процента, понимаете? Полтора процента. Вот государство, заботящееся о сохранении народа, о сбережении народа, не будет люди плодиться в городах. Города – это постоянный стресс. Города, они нас сгоняют, чтобы социальные сети, торговые центры, микрокредиты, кредитование, вот это все, людей как бы постоянно держало, как рабов, новых таких работ. А там у них усел охот-хозяйство. Вот в Тверской области. Я был недавно в Беженском районе, там огромные, значит, такие леса, значит, там какие-то московские бонзы имеют охотничьи хозяйства. Когда приезжают пьяные генералы, им сгоняют кабанов, они их с автомата расстреливают, значит, свыжатые. Развлекаются. Так и должно быть, по их мнению. Но мы так не хотим. Мы так не хотим. Я уверен, что движение пойдет обратно. Как это делал Евгений Степанович Савченко в Белгородской области, например. У него была программа реагломерации. Он из Белгорода, куда население было согнано в 90-е годы, заставлял обратно, ну, огромный там вот у них тоже ипотека 2% была, кстати, у Савченко. Но это была связанная ипотека. Молодая семья могла получить землю до половины гектара по 2%. Им давали деньги на постройку дома, но дом они должны были построить не менее чем за год, поселиться туда жить и работать там по месту жительства. Крепостное право, как Сталин говорит, Сталин лишил крестьян паспорта. Рождаемость, это единственный регион России, русский, где рождаемость позитивная. Пока там Савченко, правда, сейчас Савченко убрали, я не знаю, что сейчас там будет, Белгородского областа. Какие-то лидеры России сейчас направлены. Человеческий фактор и правильная политика. Государство должно работать на сбережение народа, на развитие народа, на сохранение народа. Уважение каждому человеку. Уважение и надо люди, люди же до конца не понимают на самом деле свою выгоду иногда. Человек получает зарплату, ему пропить ее, может быть, даже хочется. У него там стресс, понимаете, жена не веет. А как вот сделать так, чтобы он ее не пропил, а как бы домой принялся? Это задача, которую государство должно решать. Человек идет, у него реклама пива, реклама водки отовсюду. Расслабься, зайди туда-сюда. Он не доходит домой, не будет в городах никакой демографической. У них будет катастрофа, просто. Поэтому у нас нет другой альтернативы. Национальный вопрос. Русский народ, народ, с первой, на первый взгляд, большой, потому что он не является этносом, на самом деле. Он является другим форматом. Он именно народ. Сообщество людей, которые постоянно прибавляются, убавляются, он через сознание больше понимает. А народы меньшей по численности, я не могу назвать татарский народ малым народом. Я даже чеченцев не могу назвать их полтора-два миллиона почти малым народом. Что за малый народ? А вы на самом деле являетесь во многом основой, надеждой будущего. Не потому, что вы татары или калмыкии, или чеченцы, или кто-то еще, а потому что ваша вот эта ясная борьба за национальное самосознание является борьбой за демократию, на самом деле, является борьбой за свободу и для русского народа. Поэтому я выступил с таким тезем. Мы должны поддерживать борьбу за языки, татарский язык в школах, я тогда сказал, потому что это борьба и за права русских. Сегодня, борясь за права татарского народа, мы способствуем защите русского народа, вымирающего народа. Это очень важно понять, что это связанные очень вещи, что нет отдельной борьбы за татар и отдельной борьбы за русских, отдельной борьбы за алтайцев. Мы все должны бороться за наши общие права, защищать право людей, право народов за вашу нашу свободу, за социальную на социальную справедливость. Без этого мы просто исчезнем всех поведений. Мы раньше русских выписались. У меня один маленький вопрос. Да. Я из-за смотри, Матрия Владимирович. Уже 30 лет Федор Терсов, результат был создан для русского партнера. Мы с Кангом встречались. Да, да, да. Значит, 30 лет где-то игнорируется вопрос вывода финансового средства России. Вот как возводился союз. Я уже не говорю распределение материальной борьбы России, то, что основа социальную справедливость. Я имею в виду бюджетное средство. Работаю в одной структуре. Я заметил, что налоги уходят в офшорную ферму. Типа. Возвращаются обратно копейки. Обещали многие партии. Идовался, и справедливость, и жирно. Ничего не мешается. Я не знаю другой страны, что в офшоре обслуживалось бюджет той страны. Я извиняюсь. Может, что-то поменялось за ночь. Ничего не поменялось в лучшую правую, потому что это не страна в полном мире, а это территория колониального внешнего управления. Вся внешняя политика настроена на то, чтобы понравиться тем, кто распределяет мировые банковские системы. Кто распределяет демократы, в США приходят к власти, у них одна политика. Республиканцы другая. Они готовы выживать любой ценой. Все эти государственничества, честование 9 мая, все, как говорится, в пользу бедных. Ничего это их, на самом деле, не волнует. Попрос вас. Максим, извините, когда мне как бы вецепределет Казахской остановки в Москве, но я как историк все это прекрасно понимаю, и сульские народы как бы... Но гораздо большая беда, если в том году попрали 75-летие Победы и ввели вот эти ковидные унастки, пятое, десятое. Все понимают, что это мир. Мир гораздо больше, чем мы сказали. Понимаете, вот что вот конкретно, я понимаю, ваш предузоверная платформа, как бы мнение... Я абсолютно свободный человек. Пишите, пишите историю, как вы считаете нужным. Пишите, я считаю... Ваши отношения к ковидной маске. Я переболел сам в тяжелой форме, чуть не умер. Я не знаю, защищает ли ковидные маски, я не врач, но я всем говорю, что это очень тяжелое заболевание. Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем живее и вы все остаетесь. еще кто, пожалуйста. Пишите, я дам все автономии, наверное, живет. Максим Леонидович, хочу, во-первых, всех, не только тюрков России и тюрков мира, вам благодарны, то, что во время конфликции, восстановления вы были рупором не только тюркского народа, вы рупором всего тюркского народа, вы, как бы, да, с Игорем Караченко, огромное вам спасибо, то, что вас, исходя из этого, мы увидели, в этом процессе, скажем, карпит нам показал, тюркский народ, что у нас есть огромный провал, что наши нет представителей, в мозг-медиа, в политологии, некому представлять наши интересы, некому было, кроме вас, как бы, да, как бы, я говорю, Армения, маленькая страна, ну, у них было представителей столько, во всех, инфраструкционных, во всех федеральных каналах, во всех ток-шоу, столько, и я видел, как вам, потому что вам, помощь была, то, что вы были всегда правы, как говорят, силы в чем, брат, силы в правде, исходить из этого, вам двоим проходить, отставить наши, это наши интересы, не только отербажанцы, потому что вы оставите и тюркский мир, это огромное спасибо. И второй вот вопрос хотел бы сказать. Вот, это не нашли беда, вот, с 90-х годов наш народ стал аполитичным, скажем, я вот, о своем татарском народе, потому что у нас 90-е годы были, нам дал конституция язык, и нам Ельцин дал, берите, сколько нужно, у нас были все, но мы это потеряли до 30 лет, и у нас народ стал аполитичным. Еще древние грецы говорили, древние грецы, народы говорили, кто не занимался политикой, они их называли идиотами, а кто занимался политикой, они граждане. Вы не думаете ли, что вот наш народ немножко нам сказали, политик грязное дело, вот нам примили этот негатив якобы, политик грязное дело, для нас народ понимает, а зачем, говорит, политик грязное дело, вот нам дали больше танцев, как бы саванту, едите, как вы видите, тюркское народ, это не наша беда, то, что мы не представлены законодательных, творческих, даже ни в каких советах наших людей нету. Я в армяно-разображенском конфликте отстаивал не интересы тюркскую меру, а я отстаивал позицию президента Ильхама Алиева, выпускника МГИМО, которая опиралась на защиту принципов международного права, на защиту принципов территориальной целостности. Проблема не в том, что Ильхам Гейдарович защищал интересы тюркского мира, проблема в том, что он защищал интересы здравого смысла. Он ни одного плохого слова не искал в отношении армянского народа. С другой стороны, мы слышали какие-то страшные нацистские высказания. Я принципиальный антифашист. Ильхам Алиев сказал, пожалуйста, армяне, живите в Карабахе, живите в Баку, в чем проблема? Давайте преодолеем, говорит, вот эти все, пожалуйста, любой армянин, который захочет получить гражданство Азербайджана, ему не будет отказано в этом. Это же шок был. Это абсолютно современная, здравая позиция. Точно так же Турция, мы прекрасно знаем, можем ли мы себе представить, что какой-нибудь армянин, который захочет получить гражданство Турции, ему скажут, а ты армянин, мы тебе не дадим турецкий паспорт. Бред же, правда? Мы знаем, какое количество людей, да русский может получить турецкое гражданство, вообще для этого там, ну, проблем нет. Поэтому Азербайджан защищал не только тюркский мир, он тюркский мир тоже защищал, естественно. Он защищал международное право, он защищал справедливость, он защищал невозможность этнических чисток и оправдание их по природу того, что там Тигран Великий нам это даровал в 13 веке, а Геродот это описал. И вообще Бог нам даровал эти земли, поэтому уходите. Как это можно в 21 веке сейчас, понимаете? Поэтому я поддерживал, безусловно, не только Азербайджан, Азербайджан выступил, Азербайджан выступил субъектом борьбы за разум, за демократию, за справедливый, в данном случае, за справедливый мир международным. Теперь, что касается второй части вашего вопроса, я считаю, что каждая политика соотносится со своим временем. Безусловно, в дореволюционной России, после первой русской революции, в четырех думах, которые мы знаем, были фракции, которые писали интересы мусульман, интересы разных народов. В основном, все представители мусульманских народов сгонялись в одну фракцию, мусульманскую фракцию. Не сгонялись, соединялись. Там свободы побольше, чем сейчас было в современной государственной дуе, прямо скажем. Это соответствовало тогда той борьбе, которую вели народы России за субъектность. чтобы сказать, мы не просто вам какие-то подданные исламской вероиспределения. Мы граждане, там, татары, там, или, не знаю, горцы, или, там, ну, как-то еще. Сегодня, мне кажется, надо просто понять, какие задачи сегодня стоят перед нашими гражданами. Я сегодня считаю, что внесение вот чисто национального фактора в политику может привести к очень тяжелым последствиям. Это может вызвать цепную реакцию. Татарский фактор приведет к появлению русского фактора, русский фактор к чему-то, да, еврейскому фактору не появится, к чему-то не появится армянская партия внутри России. Я предлагаю внутри России заключить на этот счет перемирие. Национальный фактор в политике должен быть адаптированный через современные, более сложные формулировки социальных, политических институтов. Но это не фанатичный, я говорю, это право, как бы... Я просто полагаю, что, вот, вы хотите знать мою позицию, я полностью поддерживаю борьбу за национальные права. Но в политике мне представляется, не надо упрощать, как говорил товарищ Сталин, понимаете? В данном случае вот товарищ Оренбург упрощает. Не надо упрощать. Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается. Вот он сказал в контексте этого. Поэтому здесь мы просто должны более сложно относиться к той формату социального, общественного, конституционного договора, который у нас будет. Я просто полагаю, что появление татарской политической партии неизбежно придет к появлению русской политической партии. Я объясню, почему, если можно татарскую, нельзя русскую. А как вы между собой договоритесь? Вот у меня, допустим, есть знакомые русские националисты. В прошлом они были молодые радикалы, сейчас они уже гораздо более здравые, трезвомыслящие. Мы говорим, вот есть борьба за гражданские конституционные права, поверьте, в нее уже пакетом входит борьба за национальные права. Я об этом говорю, что наши представители... Это важный момент. А рассуждать о атерском мире, говорить о атерском мире, писать о атерском мире, господи, рассуждайте, говорите, пишите, как хотите и что хотите. Надо ли это научно, сейчас секундочку, вот про историю сразу предосхищаю, это важный момент. То, что Гояр поднимает. Конечно, история наша, которая идет от Карамзина, она уже Ключевским ставилась под сомнение Карамзинская придворная и история, которая лежит в основе современной, которая в сталинское время была закреплена просто расстрелом всей школы академика Покровского, профессора Покровского. Как говорится, все дискуссии на исторической темы были прекращены, Покровский посмертно, слава тебе Господи, не дожил до пыток, был осужден, все его ученики были расстреляны. Все, прекратилось исследовать. Нет никакой исторической школы на самом деле в СССР и в современной России. Мы только заново должны ее создавать. И, конечно, единый новый учебник истории, который исходит из нашего понимания и истории, в основе которой может лежать и видение того, что Россия в лице части аристократии всегда стремилась быть. Я, допустим, считаю, что ставить вину русскому народу взятие Казани это абсурд. Во-первых, в армии Ивана Грозного татар было не меньше, может даже больше, чем русских. Потом тогда не было никаких народов, потом это была классическая феодальная война. Точно так же Людовик Святой разорил Прованс, понимаете, подчинил Прованс единой Франции центральной. Такие времена были жестокие. Поэтому здесь, мне кажется, учебник истории это надо обсуждать. И это надо реально, чтобы вот Академия Института истории Сахаров, хороший ученый, он уже, по-моему, очень старый. Ну, в общем, здесь надо просто описывать реально какие-то вещи. Они боятся, они даже историю Кавказа, я вот говорил, напишите историю Кавказской войны современную, вы же все уже знаете, у нас история Потта есть, имперское там офицерское. Боятся. Боятся подходить к этому. Мне нравится Евгений Полосенко. Все, все, значит, интересно. Можно вопрос, вот смотрите. Можно вопрос? Мы с вами земляки частично, ваши. Только вы короче, пожалуйста. Мои короче. Значит, ну, где-то порядка 20 лет я занимаюсь оздоровлением, да, всех наших народов. У меня центр, Георгий Михайлович, был в Хабаровске. Татары ходили, грузины, армяне. Это не важно. В Беларуси, да, по Беларуси. Вот мы начали с Беларуси, и сейчас в связи с трагедией хотели бы в Казани сделать интересный проект, интересную тему. Кабинеты, так фирма наша называется, кабинет с коннациональной разгрузкой, чтобы не было у нас конфликтов в школе. Я сам педагог по образованию, и у нас постоянно возникает конфликт. не из-за того, что психологов не хватает, не из-за того, что они непрофессиональны, а просто никто серьезно к этому не относится. И вот ваша партия, ваше отношение к этой теме от слов создания атмосферы доверия между учеником и учителем, между родителями и учителями. Я даже иду более радикально. Мы выступаем за отмену той реформы образования, которую сделали в 90-е 2000-е годы. Эта реформа полностью перечеркивала весь опыт прусской, русской, татарской школы, которая вставит... Я сам происхожу из семьи потомственных педагогов. Мой прадед революционер был педагогом, мой дед был учителем завкафедры методики тревоги физики в МАФИ имени Крупской Юскович Василий Фомич. Бабушка моя была ученицей, мама преподаватель, я сам в школе работал. Поэтому для меня мой дед даже в энциклопедии педагогической есть. Для меня это все не чужое. То, что они сейчас сделали, это вообще не имеет отношения к педагогике. Это просто создают... Причем, если вы платите 200 тысяч за школу, вашего ребенка будут учить по советским лекалам, по советским меркам. А вот в Казани у Асина, у Асина, да, у Руслана дочь у Асина учатся в соседней школе, где трагедия в школе Казани. В 80-м школе. Да. А я так понимаю, что за счет вот именно национального фактора в Татарстане вы сохраняете, стараетесь сберегать традиции татарской, ну, как бы советской школы. Это важный момент, потому что советская сберегает национальные. Связные вещи. Но в целом это ад, который я вижу просто в современной школе. Просто ад. Это классы по 40 человек, по три смены. Это патагонная система. Учителя... Учитель не может просто быть педагогом. Учитель не может быть педагогом, не директор. Все работают на результат. ЕГЭ это вообще ничто. Само по себе индексация знания ученика вещь неплохая. Во Франции, например. Но в современной ситуации России при отсутствии национального, гражданского, при отсутствии концепции государства, мы же не понимаем, зачем существует Российская Федерация. Никто не объяснил вам, зачем она. Говорят, мы наследники Великой Победы. А еще что? Во-первых, мы не наследники Великой Победы. В Великой Победе одержалась страна, которая была в два раза больше, как мне. В которой была другая школа, другая экономика, другие межнациональные... Все было другое. Правда? Плохая, но хорошая, это другой вопрос. Поэтому мы никакие не наследники. Поэтому... Вот это важный вопрос. Я, конечно, мы выступаем, это один из пунктов программы, мы выступаем за выход из ВТО, или, по крайней мере, за введение протекционистских законов, чтобы ВТО просто у нас уничтожило моногорода во Владимирской области. 400 лет назад князья Шуйские создали предельные предприятия в Ивановской, Владимирской области, в Вязнике, в Шуя. Они пережили революции, смуты, войны. В 2009 году, когда Дмитрий Анатольевич Медведев ради интересов трех людей, Чемизова, ну, нет, не Чемизова, этого... Северсталь, как его у нас... Мордашов. Мордашов, да, и остальные. Там Лисин. В основном ради их интересов вошли в ВТО. У нас как ураган пронесся просто. И никто... Ведь что такое производство льна? Мы думаем, что это рубашки какие-то, это брезент для армии. Теперь китайский брезент поступает, а не из Ивановской, не из Владимирской области в армию. Мы не про Китай. Им гораздо проще китайцам давать. Это выгоднее финансовым институтам. Выход из ВТО. Подчинение экономике, политике, национальным интересам. Сохранение, умножение и развитие страны. Их вообще этого нет. Третье это, безусловно, отмена реформ, педагогическая реформа. Это не значит, что мы против ЕГЭ. Я считаю, что может, надо индексировать как-то знания, но сама концепция должна быть просто другое преподавание. Не это должно определять. Я же знаю, как в Дагестане ЕГЭ получают сто процентов. Я хорошо Кавказом занимаюсь. Есть толковые ребята, но не они потом поступают туда, понимаете? А совсем другие в МГИМО полны. У нас там девушек вечером к МГИМО туда на Лобачевску пускать нельзя. Гулять опасно. Поэтому мы, конечно, будем восстанавливать классическую русскую, татарскую, которая соотносится с русской, советскую педагогическую школу, которая ставила человека в центр внимания. А если уже у вас есть этот концепт, для этого надо и государство поменять. У нас сейчас человек не является центром, смыслом существования этого государства. Смыслом государства является рентабельность. Нам Дмитрий Анатольевич Медведев нагло сказал прямо в глаза «Хотите денег? Не в учителя, а идите, а бизнесом занимайтесь». То есть социально значимая профессия, передающая, которая у всех народов земли является почетнейшей учитель, поставлена им на какое-то третье место. Как такая страна может жить? Никак. Она может только медленно умирать. Нас убивают медленно. Как спасти наших детей? Произвести политические перемены в нашей стране фундаментально. Хорошо. У меня два вопроса. по муниципалу. Подождите, подождите, я вам не давал. Здесь вроде еще. Все, Извините, да. Это же есть муниципальные рекоменники. С Гояром не забалуешь. Я узнаю. Я представляю за битанские транспорты. У меня короткий вопрос. В случае удачного представления вашей партии в государственных органах, каково будет позиция вашей партии в отношении с Украиной? Это важный и глубокий и серьезный вопрос. Для меня это вопрос крайне болезненный. Хоть я и москвич, но прадед мой одесский украинец Петр Семенович Шевченко и в общем на Донбассе я считаю, что болезни России и Украины они примерно одинаковые. Они просто проявляются по-разному. Олигархическая власть, криминально-олигархическая власть в Украине ничуть не хуже криминально-бюрократической власти России. Примерно тот же самый. Здесь правят спецслужбы, а там олигархи. Здесь олигархи подчинены спецслужбам, а в Украине спецслужбы олигархам. А так, как говорится, все одно и то же. Понимаете? Но там, конечно, было побольше беспредела, побольше, которые мы называли свободой. Потому что там, в принципе, государств не было до 2014 года. Я прекрасно знаю, много бывал там. Поэтому я воспринял Донецкое восстание и Луганское восстание совершенно искренне, как восстание народа против обостылившей бюрократии. Для меня это был не русский мир никакой. Я написал статью тогда, в 2014 году, в феврале, украинский предел русской истории. Написал, что разгул украинофобии, который тогда пошел по российскому телевидению, когда там Петя Толстой и остальные говорили, украинцы выдуманный народ. Говорю, украина, слышишь, что вы что, мобилизацию в Насгвардию проводите, что ли? Вы украинцев специально, что любите, в бандеровские нацбатальоны? После этого меня обнесли во все черные списки, меня вообще не пускали на телевидение, но и слава богу, зато не замарался, понимаете, в этом во всем. Я был на Донбассе с первого дня, могу сказать, что с той стороны, с украинской, я в Киеве бывал до июня, я видел откровенных нацистов, честно скажу, нацистов, которые рассуждали о примате крови, о том, что украинцы произошли, и это как бы были не смешные люди, поскольку они были вооружены до зубов. Я в Киеве беседовал с этими нацбатальонами майданами, не видел крымско-татарский батальон, с Джамилем встречался еще до объявления его тут персоной Нонграда в Киеве тоже. И, в общем, потому что я занимался проблемой крымских татар еще достаточно давно, и я могу сказать, что я, безусловно, поддерживаю советскую народную демократическую Украину. Нет никакой Украины вообще, как нету вообще никакой абстрактной России. Есть Украина, которая принадлежит народу, и которая сегодня у народа отобрана. Есть Россия, которая должна принадлежать народу, и которая отобрана у народа. Поэтому для меня разницы нет. Я выступаю за социальные перемены как в России, так и в Украине. Я полагаю, что если народ вернет себе власть, если социализм будет основой, и, если угодно, радянская власть на Украине будет основой новой 21 века, политической системы как и в россии никакой конфликта между нашими народами народ война между россией и украиной с продюсировано правящими верхушками то время как в дебальцево люди друг друга убивали я был под дебальцево путин с порошенко оказывается по телефону говорит обнимаю жму руку понимаете друг другу ну естественно порошенко друг зурабова они зурабовым ездили там петь отдыхать а зурабов мы сами знаем кто такой понимаете кассир чейбов понимаете и так далее поэтому чтобы вам не говорили два несчастных народа народы россии народу украина друг на друга участны были в одном шаге войны я выступил с резко антивоенной позиции нас там симонян радовала за войну я говорю представить себе шу парень из ростова должен убивать парня из одессы и так падение которые просто вот ниже которого не буду падать мне так уже хватило когда тбилисы и скунцы убивали друг понимаете или там бакинцы убивали друг друга вы до чего довели нашу родину поэтому я считаю что границы между советскими республиками в частности проводились из экономических соображений а не из национальных я полагаю что любое современное лимитровное государство каким является частности российские федерации не вечно находится под угрозой распада не распасться более того объединиться мы можем только на основе общей ценности общей ценности это демократия свобода справедливость уважение друг другу и единое как бы какое-то социальное экономическое пространство которого просто нет спасибо спасибо у меня два вопроса о муниципальной реформе то есть это для меня очень интересно поскольку я был муниципальным депутатом от единой россии я и сейчас чем партии единая россия на областном уровне мне интересно мнение о муниципальной реформе потому что я работал на земле я понимаю что мы в тупике находим то есть 131 федеральный закон он не отвечает жизненным потребностям муниципалитетов вообще и и о возвращении выборов муниципальное образование как вы это видите да один вопрос и второй вопрос о об экологии я просто не услышал животрепещущие моменты вашей партии в экологии это очень важно на сегодняшний момент по крайней мере московскому начнем со второго вопроса экологические проблемы россии является следствием чудовищно капиталистической системы эксплуатации российской территории правящей верхушкой и отсутствием демократических институтов я занимался мусорные проблемы во владимирской области это очень болезненная проблема али александров киржач петушки это свалки это борьба значит харти и этого салфика лайн а то есть чайка ротенберга за это дело я не против того что были какие-то крупные операторы допустим но мы же вообще не контролируем их деятельность по большому счету а единственным институтом это местное самоуправление которое может говорить или региональный мир мы стараемся владимирск области еще более-менее потому что у нас есть слава богу конфликт между губернатором лдп ровц и большинством единой россии это я очень даже приветствую поскольку это позволяет нам обсуждать бюджет допустим региональный 6 7 часов они как раньше полчаса при светлане юрины орловой все голосовали за и все пошли вперед понимаете поэтому это привело к тому что в частности мусорные проблемы владимирской области более-менее решаются в интересах жителей частности свалка под александровым огромная и и мы заставляем закрыть просто рекультивации свалки но мы еще раз говорю нельзя решить проблемы экологии без открытости без реальных влияния народа на крупной корпорации вот вам пример норникель например вот они убили они произвели катастрофу сравнились там атомную бомбу взорвали то что потанин 26 миллионов ему предлагали на реставрацию этого дизельного хранилища 26 миллионов долларов потанин который получает дивидендов 2 миллиарда 200 миллионов ежегодно из прибыли норникеля не нашел три года назад а сейчас значит потом вот это вот случилось этот вот этот а правда и кто наказан ответ никто сейчас вот мишустин выступая в думе сказал мы потребуем значит чтобы и значит прибыли мы знаем что это произошло не потому что они реально хотят а то что идет какая-то война между дерипастой и потаниным за там акции допустим норникеля понимаете вот и все только поэтому они поэтому без демократии без восстановления нашей власти над всеми органами власти никакая экология защищена не будет капитал будет эксплуатировать нашу родину вырубать леса потом выжигать эти вырубки шахты открытые в сибири отапливать красноярск котловину углевым еще десять лет понимаете ничего мы не заставим только сила может их заставить политическая сила народной политической вопрос поэтому народ им мешает если бы нас не было и друг гораздо лучше муниципалитет это самое больное место это основа должна ну во первых муниципалитеты практически современные не могут жить за счет местных доходов которые собираются с населением за счет налогов это я считаю что должны быть обязательно дотации для муниципального управления и здесь конечно крайне важно я выступаю за выбор нам на муниципальном я выступаю более того против партийных выборов нам на уровне муниципалитета я считаю что люди должны выбирать людей со самих вот как бы права местного самоправления должны быть огромным не надо по партии выбирать лично я знаю иван иванович его знаю игре так криминал к власти порвется но если криминал там живет этот криминал наверно тоже не будет заинтересован в том чтобы я вот знаю на территории солнцево наркотики не продавались допустим 90-е годы продать мы все это знаю а в казанске вот тут наверное есть те кто в молодые годы там в 90 80 ходил тоже как бы отдел не приветствовалось насколько я понимаю да там ну конечно разные территории вот я слово пацана прочитал книга потрясающе посмотрите истории казанских группировок супер книгу просто как бы там вот такой толщины потрясающе там все описано поэтому я не знаю криминал не криминал но местное самоправление должно быть обязательные люди должны сами решать не больше он давно ждет ответить поэтому я могу сказать что там где можно без войны что-то решить я всегда это буду конечно спасибо вам большое я с вашего позволения если вопроса больше нет я наверно пойду я идет горячка компания а еще пока может быть ждем по иммиграционной политики можете верить а не потом в миграционной политики я выступаю за так называемый пакет мигранта я не путину это говорил вот я был на собрании помню это было в уфе там рамадановский еще был тогда был я сказал должен быть пакет должна быть во-первых трудовая виза вот я когда в швейцарию летал читать лекции в университет фрибурга я был тоже трудовым мигрантом у меня была виза которая давала мне разрешение получить деньги от университета если это была туристическая виза я не имел права это делать это нарушение закона в швейцарии мне дали специально бизнес бизнес виза раз у меня был билет туда-обратно то есть была гарантия что я не останусь там университет фиксировал мою прописку как иностранца получающего деньги до работающего это важно как я мог перемещаться по швейцаре где хочу у меня была медицинская страховка поэтому я считаю в россии работодатель несет юридической ответственности я ребята на средней азии говорю что вы сейчас даже в суды пойти не может возможно обмануть любого договора это вы можете суду более того с его и его зарплата должна фиксироваться регламентироваться и с него должен был платится налог причем этот налог должен быть больше чем налог который собирается зарплаты российского гражданина чуть-чуть но больше если патент который это чистая коррупция 5000 любой человек может патент купить дальше человек должен есть место нашей регистрации на территории российской федерации проживать ну может здесь может в тысячах местного должен везде регистрироваться и пятое это даже билет туда обратно у тебя на работу приезжаешь и медицинская страховка это пакет они это не будет только по одной причине потому что миграция это способ для крупного капитала зарабатывать на арабском труде